В этот праздничный вечер вас приветствует информационная служба новостей телекомпании БУК ТВ и я Анастасия Малишкевич. С первыми днями весны приходит ожидание особого дня. Дня женщин, дня 8 марта. Именно в этот период меняется не только погода. Удивительным образом меняется настроение. В мыслях появляется легкость и на душе становится радостно от предвкушения чего-то нового и обязательно хорошего, что должно вот-вот случиться. Главное не потерять это приятное настроение в суете привычных дел. И тогда весеннее волшебство обязательно произойдет. Первый весенний праздник. Его по-разному называют. Кто-то величает международным женским днем, кто-то зовет днем женщин, кто-то исключительно в числовом варианте 8 марта. Однако суть от этого не меняется. И ежегодно в этот день женщины всего мира слышат и, надо признать, совершенно заслуженно миллионы комплиментов и пожеланий в свой адрес. Белорусские женщины это единственная, мне кажется, нация, которая неповторима просто. Просто неповторима. Дорогие девушки, у нас прекрасный пол. В этот прекрасный день я вам желаю оставаться всем таким прекрасным, всем таким ярким, сияющим и всем, чтобы вы всегда поддерживали вторую свою половинку и никогда про них не забывали. Женщинам желаю только счастья и любви. Больше деток, больше внуков, больше правнуков. С праздника 8 марта. Всего самого хорошего. Самые красивые, самые любимые, самые нежные, самые очаровательные. Удачи. Счастья. Всего того, что они сами себе бы пожелали. Чтоб небо мирное было у нас над головой. И беспокоили нас и украинцы, и поляки, и прибалты. Ну и счастья. А какие они наши белорусские женщины? Ну, отличные. Желаю быть всегда красивыми, счастливыми, радовать и вдохновлять своих мужчин. А какие они? Они сильные, красивые. Даже не знаю, что еще добавить. Все в них замечательно. Женщины, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам всего самого хорошего. Так чудно Бог устроил, что вы есть у нас. Так хорошо с вами. Поздравляю вас. Здоровья, счастья, любви вам. А какие они белорусские женщины? Белорусские? Таких нету. Нигде. Добрые, красивые, работящие, отзывчивые. Женщина была. Счастья, радости, весны. Всего хорошего. А какие они белорусские женщины? Ну, прекрасные. Я хочу, чтобы они были счастливы, чтобы они с настроением приходили в свою семью, чтобы их, мужчины, их баловали, чтобы у них все было в жизни хорошо. А какие они белорусские женщины? Прежде всего, очень красивые, добрые, нежные. Весеннего настроения, счастья, ну и добра, чтобы побольше было. А какие они наши белорусские женщины? Вообще супер просто. Просто супер. Поздравляю белорусских женщин с днем 8 марта. Желаю ему всего самого хорошего. Главное, чтобы было мирное небо над головой. А какие они белорусские женщины? Самые лучшие. Других не надо. Чтобы все были здоровые, красивые, всегда улыбались. Ну, побольше счастья, хороших солнечных дней, таких, как сегодня. Всего самого хорошего. А какие они белорусские женщины? Самые лучшие. Лучшие нету наших белорусских. Они? Соправдные. Соправдные. Для кого незвычайные, для кого звыклые. Розные. Замечательные поздравления. Такие искренние, чуткие, сердечные. И видно, что каждый говорит эти слова своим самым любимым женщинам. Женам, мамам и бабушкам. Дочерям и сестрам. Много добрых слов прозвучало в адрес прекрасных дам на торжественном приеме, который в честь праздника был проведен в Брестском городском исполнительном комитете. Государственная служба и депутатская деятельность. Бизнес и производство. Журналистика, здравоохранение, образование, наука и культура. География профессиональных высот участниц приема обширна. Представительницы прекрасного пола успешно зарекомендовали себя в различных сферах деятельности. И своим личным вкладом сделали многое для социально-экономического развития города. У каждой из них свой секрет успеха. Коим они поделились с нашими корреспондентами. Сегодня весь мир отмечает самый красивый, нежный и любимый праздник – Международный женский день. В родном Бресте эту дату празднуют широко и красиво. Накануне знаменательного дня, который в этом году пришелся на среду, глава Бреста Александр Рогачук пригласил 20 красивых и успешных, талантливых, очаровательных и выдающихся, слабых, но при этом таких сильных представительниц разных сфер деятельности города над Бугом на торжественный прием. Женщины Белоруссии, города Бреста – это составная часть социально-экономического развития нашего города. Вы посмотрите, они в образовании, они в здравоохранении, они в банковской сфере, они в экономике, они в бизнесе, они практически везде. Поэтому, говоря женщинам добрые слова, мы в какой-то мере и стимулируем развитие нашего города, поступательное движение вперед. Ну и, конечно, кроме этого, абсолютно очевидно, что основная нагрузка на плечах женщин в воспитании детей. Основная нагрузка в передаче вот этого опыта поколений, национальной традиции, культуры, общего уровня развития, патриотизма – это все-таки на женских плечах. А наша задача мужчин – создавать условия для того, чтобы наши женщины, наши брещенки были счастливы. Сегодняшнее мероприятие, оно традиционное, оно преследует абсолютно понятную и прагматичную цель власти – сказать спасибо, кто вместе с властью, кто помогает власти двигать город вперед. Наши брещенки самые красивые, самые-самые-самые-самые. Это был по-настоящему праздничный и честный прием. Без пафоса все максимально искренне, с теплотой и душевностью. Женщины рассказывали, с чего начинали трудовую деятельность, как не пасовали перед трудностями, чего хотят в будущем и как любят Брест. А мэр, в свою очередь, на правах хозяина мероприятия рассказал о вкладе прекрасной половины областного центра в развитие и процветание родного Бреста. Поблагодарила лично каждую из приглашенных дам, каждый уделил внимание, подчеркивая, что только женщины могут соединять в себе такие черты, как строгость руководителя, ум, расчетливость и креативность эффективного менеджера-управленца с нежностью, хрупкостью и красотой. Но все это получается лишь в одном случае, когда женщина любима и счастлива. Секрет женского счастья в нас самих, в женщинах. Счастье – это ведь мы, и насколько мы внутренне готовы радоваться жизни, радоваться тому, что мы делаем, дарить эту радость, делиться с семьей, с близкими, с коллективом. Настолько мы создаем вокруг себя вот эту вот счастливую территорию. Поэтому женское счастье – это мы с вами. Без поддержки семьи, детей, мужа будет сложно реализоваться, но можно. Но когда ты идешь вперед, а твои близкие тебя поддерживают, вы же понимаете, что это ускорение. И ты вперед идешь быстрее. Поэтому, конечно, когда поддержка есть, все, что ты делаешь, делать легче. Секрет женского счастья, конечно же, в любви. Потому что женщины, как весна, которые ждут море цветов, любви, радости, женское счастье, конечно же, в детях, конечно же, в семье. Ну и какая современная женщина не хочет себя сама реализовать. Поэтому и, наверное, в выбранной профессии – это тоже счастье. Каждая из приглашенных на торжественный прием женщин по-своему уникальна. Каждая из них состоялась не только как любящая жена, мама или бабушка, но и как профессионал своего дела. В современном мире, где практически стерты гендерные границы, прекрасные дамы каждый день доказывают своей качественной работой, успехами в любой сфере деятельности, что представительницам прекрасной половины человечества все по плечу. И делают это они, как присуще каждой леди – шармом, элегантностью и удовольствием. Чтобы стать успешной женщиной, конечно, в первую очередь важна поддержка родных и близких. Это самое важное. И это должна ощущать каждая женщина. По завершению такой теплой и душевной встречи прекрасные дамы услышали слова благодарности и поздравления с праздником. Без внимания, подарков и, конечно же, цветов не осталась ни одна участница приема. Весна – пора года, которая вдохновляет. С пробуждением природы от зимнего сна в душе каждого человека наступают радость и легкость. А потому хочется совершать новые открытия, постигать неизвестные, сочинять стихи. Тем более, что и повод значимый. Женский праздник – 8 марта. К этому дню в администрации Московского района готовились основательно. И провели церемонию награждения женщин орденами матери в теплой и душевной обстановке. Еще раз подтвердив, что миссия женщины многогранна в этом мире. Однако самым главным и важным предназначением было и остается материнство. Игорь и Светлана Домино уже 16 лет вместе. Выбор в пользу большой семьи считают одним из самых лучших. Это счастье, радость большая. Ну да, бывают трудности, но ничего. Мне очень сильно помогает муж, поэтому без него я бы ничего не смогла. Сначала нет, но потом буквально через некоторое время поняли, что будет много детей, что будет большая семья. Ну и в течение этого времени родилось у нас пятеро деток, которыми мы очень гордимся. Они молодцы. И жена у меня тоже считает, что самая лучшая, самая красивая. Игорь работает в Кубре Жилстрой на заводе КПД. Старший сын Даниил пошел по стопам отца. Поступил в политехнический колледж. Самая младшая в семье Стефания, ей два года. А еще есть Ксения, Серафим и Мирон. Папа помогает маме в домашних делах, в заботе о детях и доме. В семье уверены, что залог успеха – это командная работа. Дети, хочу сказать, что объединяют. Папу, маму, больше проблем, которых заняты именно вдвоем родители. И участвуют вдвоем вместе в воспитании, во всем. Светлана Домино – одна из 14 мам, которым накануне праздника в торжественной атмосфере вручают Орден Матери. Женщины-хозяйки, хранительницы домашнего очага. Все они обладатели самой важной профессии – мама. Первый указ президента Республики Беларусь о награждении многодетных матерей Орденом Матери вышел без малого три десятилетия назад, 14 октября 1996 года. И сколько прекрасных женщин за эти годы стали обладателями статуса многодетная мама. Всего сейчас на территории Московского района города Бреста проживает 3669 многодетных семей. И я сегодня посмотрел статистику. У нас есть три семьи, у которых воспитывается 10 детей, и три семьи, у которых воспитывается 9 детей. Ну а большинство, это более 3000, это семьи, у которых воспитывается трое деток. Социальная направленность – одна из приоритетных задач государства. В нашей республике существует семейный капитал, система государственной адресной социальной помощи, меры поддержки в здравоохранении и образовательном процессе, строительстве. В прошлом году свои жилищные условия в московском районе города улучшили свыше 400 многодетных семей. В этом планируется увеличить эту цифру к 500. У нас в стране созданы все условия для многодетных семей, что ни говори, потому что особенно последние пять лет взятия, начиная с законодательного уровня, даже начиная с нашей Конституции, которую мы приняли буквально в феврале прошлого года новую на всех уровнях. Это поддержка семьи у нас прослеживается. Для прекрасных мам цветы и песни. Но, как уверяют женщины, самый главный подарок – это, конечно же, здоровая и счастливая семья. Убраз современной женщины достаточно многогранен. Это не только мудрая хранительница домашнего очага, верная спутница по жизни, заботливая мама и бабушка. Сегодня женщины стремятся быть успешными, реализуя свои функции дома, а также добиваясь успехов на трудовом поприще. Валентина Пух – одна из таких серьезных, активных, увлеченных. Имя Валентина в переводе с латинского значит «сильная, здоровая, жизнеспособная». И наша героиня именно из таких людей, про которых говорят – человек на своем месте. Она – профессионал своего дела. Тяжело ли быть одновременно женщиной-руководителем, любящей женой, мамой и бабушкой? На эти вопросы искренне ответила наша героиня Валентина Николаевна Пух. Успешная, харизматичная, профессионал своего дела, хранительница культурных и духовных ценностей, приверженец крепких семейных уз и активная участница благотворительных акций, конечно же, сильный руководитель. Это все о ней, о сильной, красивой женщине Валентине Николаевне Пух. За 30 лет в отрасли связи Валентина Николаевна прошла все ступени от простого почтальона до руководителя Брестского филиала унитарного предприятия «Белпочта». Я в детстве не мечтала быть почтовиком, почтальоном, но сложилась так судьба, жизнь, что я пришла в отрасль почтовой связи работать почтальоном в отделении почтовой связи, территориально которое обслуживает там, где я проживаю. На мой взгляд, в первое время это казалось, что это будет временная профессия, так как у меня был маленький ребенок и был очень удобный режим и график работы. Я могла успеть до работы завести ребенка, вовремя забрать с детского сада, и меня на этот период времени это устраивало. Но прошло время, и работа с людьми, ну, наверное, затянула меня в эту сферу, сферу связи, и я осталась с ней уже на долгие годы. Я ни одного дня не пожалела о том, что я попала в эту сферу, потому что вообще с детства я мечтала быть педагогом. Я хотела работать с детьми, хотела их учить, хотела их воспитывать. А когда пришла работать в отрасль связи, это работа с людьми, это работа с своим коллективом, и это работа с населением. Сфера оказания услуг — это та сфера, где ты можешь себя реализовать, в любом возрасте и в любом направлении. Поэтому мне это нравилось. Я получала от этого удовлетворение. И продвижение моей по карьерной лестнице давало мне возможность все больше и больше развиваться, изучать почту, изучать связь, изучать экономику. На работе у Валентины Николаевны, как у женщины-руководителя, чистота, красота, порядок, цветы на столе, к тому же, платье, каблуки, аромата, прическа. Все прекрасно. Но вот только планерка с коллективом, и вот тут женские качества отходят на второй план. Остается настоящий руководитель, ответственный менеджер. Дисциплина, четкость, профессионализм, быстрота реакции, принятие здравых решений. Но, что ни говори, все это в такой обаятельной упаковке. В момент становления меня как руководителя, в момент назначения меня на должность, конечно, было очень сложно. Было очень сложно, все-таки я продвигалась по своей карьерной лестнице, чисто как эксплуатационщик, как оказание услуг, как развитие услуг, как соблюдение технологических процессов, выстраивание технологических процессов, изучение и направление наших работников на качество предоставления наших услуг. А здесь мне пришлось столкнуться очень сложными вопросами. Вопросами финансовыми, вопросами правильного построения экономики предприятия, вопросами обеспечения заработной платы коллектива. Это уже абсолютно другая ответственность. У меня за плечами на тот период времени стояло более 4,5 тысячи людей. И та сфера, которой мне ранее не приходилось заниматься, практически, только имея теоретические знания, знания, полученные при получении образования, они не всегда ложатся в жизни на ту практику, как написано в теории. В теории написано, когда всё слажено, всё красиво, ну, в таких тепличных условиях описано. Но жизнь, она корректирует, она ставит нам другие препоны, через которые необходимо пройти, необходимо взвесить, принять правильное решение. Не ошибиться в этом решении, потому что жизнь уходит и обратного пути уже нет. Свою деятельность Валентина Пух не ограничила только рамками почтового ведомства. Свой талант помогать людям Валентина Николаевна реализует и в общественной деятельности. В 2016 году она возглавила областную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин» и по сей день помогает решать проблемы сотням женщинам Брещины и их семьям, собрав вокруг себя таких же прекрасных, чувственных и умеющих сострадать представительниц прекрасной половины человечества. Это очень душевная организация, женская организация, которая является, ну, такой, знаете, даже поддержкой, моральной поддержкой. И, возможно, даже где-то, ну, такой отдушенной, где можно поговорить на все темы, где можно обсудить проблемы и найти выходство или другой ситуации. Это одно направление. И другое, для меня это организация, которая даёт силы и питает, потому что у нас очень много положительной энергии, питает положительной энергией, потому что у нас очень много мероприятий разного рода благотворительность, где мы бываем в семьях, где есть на самом деле жизненные проблемы, где есть больные дети, где есть сложные семейные ситуации, где есть сложные жизненные ситуации. И это тебе даёт силы и мысли, что, слава Богу, что у тебя в жизни всё хорошо и рядом в твоих стоящих есть другие проблемы. И твои проблемы по отношению с теми, которыми ты сталкиваешься, это ничего. Поэтому благодари Бога и работай, трудись на благо нашей страны, на благо тех людей, кому нужна сегодня эта помощь. Не секрет, что рано или поздно многие встают перед выбором – подняться по служебной лестнице или посвятить себя целиком семье. Вот только у Валентины Николаевны за 30 лет работы ни разу не возник такой вопрос. Ведь у неё есть одна истина – любимая работа плюс любимая семья – одно держится за счёт другого. Ей ничего не мешает оставаться хранительницей домашнего очага и отвечать не только за свою семью и свой дом, но и за дом в более широком понимании, за свою организацию. Очень важно, когда тебя поддерживают в семье, когда тебя понимают, потому что этот период времени, он был таким важным в моём жизненном этапе. Приходилось меньше уделять внимания и супругу, и девочкам моим, которые вот уже подрастали. Ну, наверное, это был такой в жизни период, когда уже дети подросли, когда они уже понимали, что есть некоторые вещи важные в жизни, в том числе для мамы, что есть любимое дело, которым я занимаюсь. И вот это понимание и поддержка, она, наверное, меня даже ещё давала силы, окреляла. Ну и, соответственно, никогда я из у своих родных и близких не слышала о том, что какие-то есть проблемы, вопросы, что чего-то они недополучают. Я всё-таки старалась планировать своё время таким образом, чтобы и не ущемлять интересы семьи, и быть им благодарной за то, что они вот входят в моё положение в этот такой непростой период жизни моей. Сегодня женщина с красивым именем Валентина и неуёмным желанием работать дальше, помогать другим, творить добро и увлекать за собой полна сил и с уверенностью может сказать – я самая счастливая. Я могу назвать себя счастливой женщиной, счастливым человеком. Ну, во-первых, я состоялась как мама. У меня замечательные дочери. Я благодарна Богу, что у меня очень хорошие, тёплые отношения с моими дочерями, с моей семьёй, с моим супругом. У меня растут замечательные внуки. Вот Бог подарил мне, у меня четверо внуков, Бог нам подарил ещё и девочку, три мальчика, и теперь у нас растёт наша красавица-девочка. Я счастлива о том, что у меня замечательный коллектив и предприятие, на котором я работаю. Что работа, которой я занимаюсь, она полезная людям, она нужная людям. И те слова благодарности, которые мы получаем от наших клиентов, это говорит о том, что многое сделано, и не зря пройден этот такой профессиональный путь. Ну и, конечно, я счастлива в том, что я живу в этой стране, в красивой, безопасной стране, в яркой стране, в стране, в которой есть возможность развиваться, в которой есть возможность добиваться успехов, и в стране, в которой есть возможность женщине, руководителю, быть наравне с руководителями мужчинами. Анастасия Мелешкевич, Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. Принято считать, что мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Удел женщины – это дерево поливать, следить за домом и рожать сыновей. Но времена и нравы меняются, и современная женщина уже не согласна выполнять традиционные для своего пола задачи. Среди многообразия различных призваний и профессий в современном мире часть представительниц прекрасной половины человечества пробует себя в так называемых мужских профессиях. Вот и героиня нашего следующего сюжета Анастасия Терновых после получения диплома лингвиста отправилась в военкоман для того, чтобы служить в армии. О необычном карьерном выборе и детской мечте в следующем материале выпуска. Служить в армии для Анастасии Терновых было детской мечтой. Еще бы! И папа, и дедушка связали свою судьбу с пограничной службой. Но изначально карьерный выбор девушки пал на Минский лингвистический университет. Но, как говорит Настя, мечта одержала верх над перспективами карьеры лингвиста-переводчика. Поэтому девушка собралась и пошла в военкомат. Выбирая из нескольких вариантов, девушка выбрала 115-й зенитный ракетный полк. Интересно. Поначалу было немного сложно, но любые сложности преодолимы. Специальность мне нравится, служить мне тоже нравится. Коллектив хороший, всегда люди отзывчиво помогают. В целом мне нравится. На своем боевом посту Анастасия проводит 24 часа. И помимо французского и английского, которые девушка изучала в университете, нужно было освоить и азбуку Морзе. Еще бы! Должность телеграфиста обязывает. У нас есть сеть, которую мы постоянно обслуживаем. Работа очень значимая. Мы постоянно слушаем в эфире, принимаем сигналы боевого управления, радиограммы, различного рода содержания. Пост очень важный, значимый. Морзянка по-прежнему играет большую роль. В дальнейших планах у девушки постараться совместить военную специальность и знания, полученные в высшем учебном заведении. А еще, отмечая девушка, она очень довольна, что сделала выбор в пользу мечты. Служба, конечно же, важна, особенно в нынешней обстановке, в данной ситуации. Поэтому для тех, кто всегда мечтал связать свою службу с вооруженными силами Республики Беларусь, я бы советовала, приходите, ничего страшного здесь нет, всему можно научиться, все можно преодолеть. Евгений Мороз, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости, Брест. Накануне праздничной даты в общественно-культурном центре собрались представители женской общественности города Бреста. Женщины-руководители предприятий, женщины-работники промышленного комплекса, женщины-матери. Такая представительная встреча не просто дань традиции, это особый случай, когда мужчины выражают глубокую признательность дамам за их силу, за их самоотверженность и труд. Прекрасные представительницы Бреста могут покорить любые вершины, делают и будут делать все для того, чтобы дети росли в мире и достатке, чтобы любимые люди не знали трудностей, были мудры, умны и здоровы. В их честь звучали стихи, для них прекрасные песни, им искренние слова поздравлений. Они хотят добра и счастья, ведь мама – это ангел для детей. Зал общественно-культурного центра объединил сотни девушек и женщин, которые успешно реализовывают в себя выбранной профессии. Это и женщины-руководители, военнослужащие, депутаты и, конечно же, мамы. В их честь был подготовлен фееричный концерт, где выступали лучшие коллективы города Бреста. И неудивительно, ведь самая нежная, красивая и добрая половина человечества заслуживает самого лучшего. Праздник 8 марта в городе над Бугом отмечают с особой теплотой. Он наполнен подарками и цветами, самыми добрыми чувствами к нашим мамам, женам, дочерям, коллегам по работе, ко всем близким сердцу женщинам. Ведь женщины наполняют этот мир своей красотой и жизненной энергией, согревают его нежностью и душевной щедростью, создают атмосферу уюта, радушия и гармонии. И как важно для каждой леди получить прекрасные слова поздравлений. Организаторы концерта подошли к этому с достаточной долей креатива. На сцену мэра города Александра Рогачука пригласила юная исполнительница. Дядя, вы и самый главный? Да. Пойдемте, значит, на сцену. Всем добрый день. Я попросил замечательного девушку. Александр, держи меня за руку, потому что, наверное, дядя волнуется больше, чем ты, когда. Я исполнял свою замечательную песню. Я реально волнуюсь, потому что сегодня в зале прекрасные, изумительные брещанки. Я не сомневаюсь, что брещанки – это самые яркие, самые красивые женщины в мире. Мы вас очень любим. От имени городского исполнительного комитета, от имени мужчин нашего города – счастья вам, здоровья. Вы знаете, мы не зря в этом году проектируем ЗАГС. Для тех, кто еще не знает, он будет отмещаться на набережной в районе улицы Ленина, там, в районе городского сада. И я не сомневаюсь, что вот эта девочка, значит, найдет свое будущее именно в этом ЗАГСе. Счастья, здоровья, с праздником «Лучше Бреста» и этому месту. Спасибо большое. Как весенние цветы, нужно совсем немного. Чтобы в доме все было гармонично, дружно и спокойно, чтобы дети радовали, ну и здоровы все были. Семья – это то, что нам дает силы, то, что нам дает сегодня уверенность в себе, с тем, что мы все справим и не подведем наших мужчин. Если ты в себя веришь, то будет и успех, будут и новые победы, и все в жизни получится так, как ты этого хочешь. В здоровье, в радости, в счастье своих детей. Надо сначала полюбить самой себя, и всегда будет все хорошо. Судя по тому, как внимательные и с интересом прекрасные зрительницы наблюдали за происходящим на сцене, подарок пришел с ним по душе и, бесспорно, запомнится надолго. Полуторачасовой концерт пролетел как одно мгновение, но при этом оставил зрителям заряд положительных эмоций. Творческая атмосфера, которая царила в зале в этот день, ощущение прихода весны давало людям силы верить в то, что наши светлые надежды на счастье, радости, добро обязательно сбудутся. Милые и прекрасные женщины, поздравляем вас с 8 марта. В самый весенний праздник желаем вам 8 женских весьма необходимых вещей. Мира в семье, покоя в душе, здоровья, радости, любви в сердце, легкости, приятных слов и красивых цветов. Пусть этот день подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний. Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость. Желаем вам в этот день не просто получить от жизни свою долю счастья, но крепко взять судьбу в свои руки и устроить все кругом по своему вкусу. Пусть с возрождением природы, приходом теплых солнечных дней в ваших душах рождается надежда на лучшее и поднимается настроение. Любите и будьте любимыми! С праздником! С днем 8 марта! Субтитры подогнал «Симон»!